Сегодня я решил поэкспериментировать с ультрафиолетом, но то, что я увидел, повергло меня в шок. Вау! Что с тобой? Всё началось с того, что мне пришёл вот такой вот ультрафиолетовый фонарик с Алиэкспресс. Его обычно используют сыщики, чтобы искать невидимые следы. Как это работает? Невидимый ультрафиолетовый свет попадает на предметы, а те, в свою очередь, начинают светиться, то есть люминесцировать, в видимом для человека спектре. Что это за скрытые знаки? Благодаря этому можем видеть невидимое, то, что при обычном освещении нашему глазу недоступно. Например, скрытые метки на деньгах или ценных документах. Ты гля, как светится! Смотрите, как выглядит обычная картина под ультрафиолетом. Видны скрытые мазки краски. С помощью уф-лучей можно определить не только подлинность картины, но и её возраст. Не знаю, каким образом, но под ультрафиолетом видно разные слои краски. Как красилась дверь. А сейчас мы испытаем санитарно-культурный шок. Это только что вымытая печка. Посмотрите, как тут чисто, всё убрано. Мы долго старались, убирали. Но стоит только включить ультрафиолет, и эта кухня превращается в какой-то бомжатник. Плитка. Во-первых, она была чистая. Сковородка тоже чистая. Там чуть-чуть масла над ним. Плитка вся потрескана. Но она в реальном цвете, она же нормальная была. Но теперь посмотрите на печку. Что это? Какие же бывают источники ультрафиолета? Самые распространенные, это вот такие вот микроскопические недорогие фонарики. Которые стоят в районе 60 рублей. Но я решил заказать у китайцев крутой уф-фонарик. Встречайте. Комвой с японским светодиодным чипом НИЧИЯ. Его преимуществом является использование специальной длины волны 365 нанометров, которая лучше всего флюоресцирует, то есть засвечивает разные предметы. Какой кошмар. Для сравнения в дешевых фонариках используется длина волны 395 нанометров. Это почти видимый фиолетовый свет. Поэтому он светит вроде бы ярко, но засвечивает плохо. Только видно ворсинки. Теперь смотрим, что делает чип НИЧИЯ. Совсем другая картина. Деньги прямо запели цветами. Вот так необычно выглядит моя комната при ультрафиолетовом освещении. А теперь вопрос к вам, зрители. Что это такое? Что это у меня в руках за штукень? Друзья, 2017 год это юбилейный год компании Kingston Technology. Уже 30 лет компания Kingston хранит нашу память и производит отличные качественные продукты. Помню, как купил свою первую флешку Kingston в 2006 году. Аж на 512 мегабайт. У всех моих друзей были дискеты, а я решил потратиться на первую флешку, чтобы надежно хранить всю важную для меня информацию. И не прогадал, друзья со своими дискетами уже через год потеряли информацию. А у меня весь архив сохранился до сих пор. Сегодня компания доступна для общения в фейсбуке, а еще у нее есть даже канал на ютубе с топовым контентом. Подписывайся на канал Kingston Technology и узнавайся первым. Ссылка в описании. Kingston с юбилеем. Есть еще один источник ультрафиолета. Это черная лампа, которая светит черным-причерным цветом. Почему черным? Да потому что этот цвет невидимый. Ультрафиолет. Ха-ха, вау. Кстати, в реальности она темная-темная. Эта камера передает ее как синяя. Давайте посмотрим, как она засвечивает наши денюжки. Так мы ее и протестируем. Сразу видно, что длина волны правильная. Хочу показать один прикол. Через это черное стеклышко в воду ультрафиолет прекрасно проникает. А вот солнцезащитные очки полностью задерживают его. Видна только синяя люминесценция бумаги. Кстати, в УФЛ-лучах можно не только проверять деньги и искать скрытые улики и следы. Некоторые умельцы ходят ночью за грибами с ультрафиолетовым фонариком, так как грибы в УФЛ-лучах светятся. Ультрафиолет высветит янтарь, радиоактивные минералы, урановое стекло, но и много других интересных вещей можно найти в ультрафиолетовом свете. Ну а как же выглядит человек под ультрафиолетом? Сейчас проверим. Наши комбойчики. Выключаю свет. Какой кошмар! Сравните с тем, как было при нормальном свете. Что уже тут в код? Что с тобой? Как странно ты светишься. Так интересно, что при обычном свете такого эффекта вообще не наблюдается. Видите, что происходит? Что-то засвечивается. Выключай свет. Гляньте, как странно глаза выглядят. Как это назвать вообще? Интересно, а почему так зубы светятся? Прямо зашкаливает. Мощность этого японского типа ничья настолько велика, что этим фонариком, то есть ультрафиолетом, можно поджигать разные предметы. Поплавило чуть-чуть. Но это ерунда. Оно прям дымило тогда. Помнишь? О, пошел дымок. Вау. Ля, подпали. Ты сейчас дырку пропалишь. Он его вражог. Между нами фиолет, лесу ночи грибов не найти. Но пойдем мы туда в темноте, ведь у нас есть фонарик конвой. С чипом ничья. Подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями, ведь ваше внимание это лучшая мотивация для нас снимать крутые видосы.